Now to celebrate 100 years of the NHL, please welcome our Cals! The first time in the draft of the NHL, please welcome our Cals! Второй раз в карьере стал лучшим тренером, а ген-менеджер Нэшвилла Дэвид Пойл стал лучшим генеральным менеджером. Брэнд Бернс из Сан-Хосе стал лучшим защитником, завоевав Норрис Трофи, а Патрис Берджерон из Бостона в четвертый раз в карьере был признан лучшим нападающим оборонительного плана. Но не меньшее, если не большее внимание привлек драфт расширения, в ходе которого Вегас Голден Найтс выбрал игроков из каждой команды. Из россиян был выбран только Алексей Эмилин из Монреаля, однако в ходе сделки с Тампой Вегас также приобрел права на форварда Никиту Гусева. Правда, это еще не значит, что Гусев в следующем сезоне будет играть в НХЛ. Самыми заметными игроками в Вегасе стали вратарь Марк Андре Флери Питтсбург, нападающий Джеймс Нил Нэшвилл и форвард Джонатан Маршесо из Флориды. Вообще Голден Найтс подобрали неплохую команду, особенно в линии обороны. Пока говорить о конкурентоспособности Вегаса не приходится. Вегас заключил множество сделок с другими командами и приобрел несколько ходов на драфте юниоров этого года и следующих сезонов. Очень вероятно, что в ближайшие дни Голден Найтс проведут еще несколько обменов, чтобы усилиться. Сергей Демидов, Тимобайл-Арена, Лас-Вегас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...